Добрый вечер! Вас приветствует воскресная информационная служба телеканала ИР. Мои коллеги и я, Георгий Плев, рассказываем о том, что действительно важного произошло за последние 7 дней. 20 мая. Казалось бы, радостнее поры и не выдумать. До лета подать рукой. Но именно этот день в истории нашего государства кричащая, не заживающая рана. Масштаб горя, принесенного грузинскими бандитами народу Южной Осетии этим преступлением, и сквозь десятилетия не поддается смыслению. Лишь только один вопрос витает в майском воздухе. Разве может остаться безнаказанным вопиющее преступление? Разве должны быть попраны европейским государством, коим себя Грузия считает нормы гуманного поведения? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В современном мире ни одно преступление не может оставаться безнаказанным. Уж тем более, когда итог этого преступления сотни покалеченных судеб. Зарская трагедия – преступление без срока давности. Кровавое преступление, совершенное грузинскими неофашистами 20 мая 1992 года, по сей день остается безнаказанным. Так же, как и другие действия, направленные на уничтожение целого народа. Выступая на траурном митинге, президент республики Анатолий Бибилов назвал случившееся бесчеловечным актом, на которое способны лишь те, кому чужды слова, честь, достоинство и мужество. Только подлый и мерзкий трус способен расстрелять в упор безоруженных людей, женщин, стариков и, что самое страшное и дикое, детей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но когда случается трагедия у них, когда у них кто-то умирает, тогда это становится вселенской трагедией, как будто вот эти люди абсолютно никакого отношения к жизни человеческой не имеют, как будто эти люди воевали против них, как будто эти люди не считаются людьми. Это трагедия не только для Южной Осетии, это трагедия для человечества. Почему? Потому что то, что они сделали, это плевок в лицо человечности вообще. Осетия всегда славилась и своими героями, учеными, художниками, спортсменами. И мы всему миру, везде и всюду доказываем, насколько мы миролюбивы, насколько мы хотим жить в добре, в добрососедстве с нашими соседями. И вот это стремление жить в добрососедстве, стремление дорожить дружбой, мы доказывали и доказываем всегда. И это мы доказываем своей дружбой с Российской Федерацией. Потому что в Южной Осетии два соседа. С одной стороны Российская Федерация, с другой стороны Республика Грузия. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы жить в дружбе, во взаимопонимании с нашими южными соседями. Но имейте политическую силу, мудрость, мужество политическую. И извинитесь перед родными, извинитесь перед Республикой Южной Осетии. Извинитесь за те зверства, которые делали ваши военные, которые делали ваши политики. И мы готовы будем с вами разговаривать. Случилось так, что именно во время таких трагических моментов наш народ сплачивается как никогда. Анатолий Бибилов призвал народ Южной Осетии, не забывая, через что нам пришлось пройти, объединяясь не только в минуты скорби, сплотиться вокруг единой цели – просветания нашей Родины. Нам здесь делать наше будущее. И дай Бог, чтобы будущее тех детей, которые вот сегодня стоят с этими портретами, было спокойным, мирным, и чтобы они весь свой потенциал могли реализовать здесь, на территории Южной Осетии. Царство Небесное всем тем, которых мы сегодня вспоминаем, мира нашей Осетии. Это бесчеловечное преступление стало одной из самых страшных страниц в истории Южной Осетии. Время не может стереть из памяти родных и близких, погибших тут страшный 20 мая. Боль от учившегося, зияющая рана в сердцах жителей республики. Субтитры создавал DimaTorzok 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 noche east ville мою постоянную сумму служит на улицу Харба Субтитры создавал DimaTorzok На траурном митинге было зачитано стихотворение, посвященное 11-летнему Батра Зукабисову, самому юному из погибших в Зарской трагедии. Тогда он успел спрыгнуть с машины, которая была расстреляна грузинскими бандформированиями. Он выбежал навстречу двигавшейся следом машине и успел прокричать «Не ходите сюда, здесь стреляют». Машина развернулась, и люди, которые в ней находились, таким образом были спасены. Но грузинские изверги не пощадили даже ребенка, который еще не знал, что такое война. Маленькому герою Батразу выстрелили в спину. Не идите сюда, заклинаю, я боюсь вас мои потерять. Через миг я умру, но я знаю, вас дождутся и братья, и мать. Пусть глаза его запомнят потомки, пусть его не забудут враги. Его подвиг не груда обломков, его подвиг спасение земли. Умирая, твердил. Не заплачу. Спасший сотен большой мой герой. Став мужчиной, наш маленький мальчик заслонил целый город с собой. Не идите сюда, здесь стреляют, через миг меня свалит огнем. Ну и пусть, только наши узнают, что их там загопают живьем. Ну и пусть я умру, я не струшу, здесь стреляют, сюда не ногой. Боже, слышишь, прими мою душу, только Боже спаси мой народ. Сегодня министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев направил телеграмму президенту Южной Осетии Анатолию Бебелову в связи с произошедшей в 1992 году трагедией. В 26-ю годовщину Зарской трагедии мы вместе с вами, со всем народом Южной Осетии, чтим память безвинно погибших от рук террористов мирных жителей, стариков, женщин, детей. Эта тяжелая дата неизменно напоминает нам о боли и разрушениях, о тех страшных событиях, через которые пришлось пройти осетинскому народу. В этот день жителям Южной Осетии скорбит Северный Кавказ и другие регионы Российской Федерации. Желаю вам, уважаемый Анатолий Ильич, и всем жителям Южной Осетии мирного неба над головой, благополучия и процветания. Конец цитаты. Совсем недавно мы вспоминали солдатов Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за свободу от фашизма. Целые семьи уходили из Осетии на фронт, возвращались единицы. Они жили и уходили из жизни с чувством выполненного долга. Герои есть и сегодня, их гораздо меньше, но они есть, и тем ценнее их жизнь. Ведь с уходом каждого из них мир становится беззащитнее. Исполнил свой долг в сохранении мира на Донбассе и комбат Мамай Олег Мамиев. Вот такая грустная для всех и традиционная для осетинского солдата победа. Победа над смертью. Командир батальона спецназначения «Пятнашка» Олег Мамиев Мамай в качестве добровольца, сражавшегося за независимость Донецкой Народной Республики, погиб вечером 17 мая. Известие о гибели легендарного осетинского комбата подтвердили в Союзе добровольцев Донбасса, членом правления которого он был. Подтверждают факт смерти и другие источники. Олег Мамьев получил тяжелые ранения в голову, живот и грудь во время обстрела в Авдеевке на окраине Донецка. Ранения Мамая оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на операционном столе, не приходя в сознание. Олег Мамьев до 2014 года жил во Владикавказе. Затем приехал в Донбасс защищать мирное население от карательной операции киевских властей. Здесь одно и то же сценарий практически, как у нас на родине было, там в Абхазии было. И насколько мне было известно, народ никогда не воевал после Великой Отечественной войны. То есть поколения все прошли, которые с войной не были знакомы. Я поехал. Думаю, будет это быстрая война. Поможем и уедем. Первоначально Олег Мамьев воевал в подразделении «Восток», участвовал во многих боевых операциях. Перейдя в интербригаду специального назначения «Пятнашка», где воевали многие осетинские добровольцы, Мамьев вскоре стал его командиром. Это подразделение несло службу на одном из самых опасных направлений – на окраине Донецка. За время войны на Донбассе Олег оказывался на самых опасных участках, вместе со своими бойцами, проявляя незаурядные способности грамотного и бесстрашного командира. За исключительную смелость бойцы окрестили Олега Мамиева «Мамаем». Некоторые думают, что позывной по фамилии, потому что там есть момент, что похоже. На самом деле у меня позывной был другой, когда я приехал. У меня был позывной туалет, и местные не могли его выговорить. Потом в момент пришел, после одного выезда, так получилось, что впереди шел я, и ребята за мной были. Там кто-то сказал, прошлись как Мамай. И вот оттуда меня начали называть Мамай. Мамай всегда находился на передовой, шел впереди бойцов пятнашки и погиб, находясь на боевом посту. За правленное мужество и умелые действия, Мамьев был награжден высшими наградами ДНР. В частности, в феврале этого года он получил одну из высших государственных наград ДНР – Орден Республики. В то, что Мамая не стало, с трудом верят его боевые товарищи. Ну, мы выходили сюда, хотели пройти по окопу дальше. Комбат первый пошел, ну и шли люди тоже за ним. Я услышал, ну, слышу прилет и вспышка. После этого мы легли, потому что посыпалась земля, там, осколки или что. И все, и мы отошли назад. Потом после всего этого начали кричать «Комбат, комбат», где Мамай, Мамая нету. Начали искать, уже смотрим, он здесь уже начали, вытащили и все. На носилке и в больнице. До сих пор не можем отойти. Потом уже поняли, что попалось сюда, конкретно прилет, прямой наводкой было сюда. И, видать, «Комбат» здесь где-то был, что батя, отец, ну, именно, ко всем, только с положительной стороны. Надо помочь, он помогал сюда. Это, ну, самый лучший именно «Комбат». «Комбат» человек. Ну, слов можно много сказать, именно. Не забудется он долго. Защищая народ Донбасса, он решил идти до конца. Для него война закончилась неожиданно. А для народа Донбасса он остался героем и славным сыном Осетии. Война все идет, и длится, и длится. Но как уехать, если она не закончилась? Я считаю, что раз мы приехали, мы должны уехать только тогда, когда она закончится. Намечен курс развития экономики в сфере льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Фондом поддержки субъектов малого предпринимательства и экспертной комиссии будут проанализированы проекты потенциальных и уже существующих бизнес-программ. Кредиты будут выдаваться в разных отраслях, но учитывая, что для республики сегодня приоритетной является сфера сельского хозяйства. О высокой востребованности программы льготного кредитования об условиях предоставления субсидий наш корреспондент Эльвира Тебелова поговорила с министром экономического развития Геннадием Кукоевым. Разработка и принятие закона о льготном кредитовании малого и среднего предпринимательства вызывает широкий интерес. Закон о льготном кредитовании субъектов малого предпринимательства был принят парламентом республики в конце октября 2016 года. После подписания закона главой государства был создан фонд поддержки субъектов малого предпринимательства, который займется рассмотрением бизнес-проектов. На получение льготного кредита рассчитывает большое количество субъектов хозяйствования. Среди них те, кто рассчитывает укрепить или же расширить уже и умеющиеся предпринимательские проекты, получив под них дополнительные оборотные средства. И те, кому в выдаче кредитных финансов поможет реализовать хозяйственную деятельность с нуля. Все существующие бизнес-проекты в первую очередь проходят через Министерство экономического развития Республики. Только за последние несколько месяцев в ведомство поступило около 80 проектов. Минэкономразвитие, банковская сфера и правительство в целом готовы поддержать предпринимательство, отмечает глава ведомства Геннадий Кукоев. После прохождения ряда необходимых процедур программа заработает в полном объеме. После подписания президентом закона о льготном кредитовании необходимо еще провести ряд процедур, которые тоже потребуют определенного времени, но это уже на правительственном уровне. И в ходе заседания правительства будет окончательно утверждена программа поддержки малого предпринимательства. Будет утвержден, вернее, устав фонда годного кредитования субъектов малого предпринимательства и положение о попечительском совете фонда и о персональном составе участников фонда. Эти персонали уже определены и будут утверждены на заседании правительства, так как этого требует закон, подписанный президентом. Важно отметить, что приоритетом для государства является развитие аграрного сектора экономики с целью привлечения людей в села, что в свою очередь повлечет и развитие инфраструктуры в селах. Около 400 бизнес-планов к нам подано, но мы считаем их вместе со всеми проектами, которые были поданы в том числе и до того, пока основные параметры закон о годном кредитовании были сформированы. 80 бизнес-планов, те, которые в какой-то мере отвечают требованиям закона о льготном кредитовании. Это свидетельствует о том, что экономическая активность нашего населения достаточно высока. В основном это бизнес-планы, которые ориентированы на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. В меньшей мере касается это производственных бизнес-планов. Ну и основными приоритетами у нас остается ингредиентование именно планов, ориентированных на реализацию проектов в сельскохозяйственной отрасли. Выделение средств на льготные кредиты позволило увеличению собственных доходов госбюджета. Каждый год государствам будут выделяться не менее 2% от собственных доходов бюджета. Ежегодно это составит около 21 миллиона рублей. По мере роста доходов республики выделяемая сумма может увеличиваться. В соответствии с законом о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, предприниматели могут получить кредит под 5% годовых. Средства, которые зарезервированы в государственном бюджете республики, это 2% от доходной части государственного бюджета за исключением финансовой помощи, внешней финансовой помощи, имеется в виду российская финансовая помощь, это около 21 миллиона рублей. Понятно, что средства небольшие, но если грамотно ими распорядиться, эффективно их освоить, тогда несколько десятков субъектов хозяйствования получат доступ к финансовым ресурсам. И ясно, что и финансовые, эти субъекты испытывают очень серьезный финансовый голод, если можно так сказать. Эта система льготного кредитования, предусмотренная подписанным законом, она определяет в самом деле льготные условия для кредитования всего лишь 5% годовых, с выплатой процентов через полгода и начало погашения тела кредита, основной части кредита после одного года со дня его получения. И выдается на 3 года этот кредит. Пока программа рассчитана только на 3 года. Эти средства являются хорошей возможностью для становления крестьянско-фермерских хозяйств, для реализации проектов в сельскохозяйственной сфере. Среди числа критериев и требований для выдачи льготных средств числится и региональная равноправность, то есть кредитные средства будут распределяться равномерно по всем районам. Первое – это кредитование, прежде всего, производственного, агропромышленного комплекса. Следующий критерий – это его социальная значимость, привлечение, возможно, большего количества работников и обеспечение, соответственно, их доходами в виде заработной платы. Следующий критерий – это экономическая эффективность проекта, то есть его быстрая окупаемость и возможность пролонгации, может быть, даже если будут показаны хорошие результаты, возможность пролонгации или дополнительного кредитования наиболее успешных проектов. Еще один приоритет, еще один критерий – это региональная составляющая, то есть эти проекты будут распределяться равномерно по нашим районам, для того, чтобы избежать структурных перекосов или каких-то диспропорций между определенными районами. Мы только сейчас начинаем это дело, только сейчас стартуем сами в этом направлении. И я так полагаю, что попечительский совет, он будет все-таки ориентирован на снижение рисков в первую очередь, ну и, конечно, на помощь тем, которые уже продемонстрировали свою трудоспособность и состоятельность. Но это вовсе не означает, что мы не будем помогать и не будем кредитовать те бизнес-проекты, которые являются стартапами. Предприниматель должен предоставить пакет документов в попечительский совет для предоставления ему кредита. При том, что это денежные средства, выделенные из государственного бюджета, учитывается и безопасность кредита. Так, для получения денежной суммы свыше 400 тысяч рублей будет необходимым внесение залога. На ближайшем заседании правительства приступят к рассмотрению этого вопроса, после чего последует утверждение программы одобрения попечительского совета и устав фонда. Прием и рассмотрение бизнес-планов будет проходить с середины июня. Эльвира Дебилова, Азиз Бакаев, для программы «Неделя». Двери Национального музея Южной Осетии всю ночь были открыты для посетителей. «Ночь в музее» – это не только название американской семейной фэнтези-комедии, а вполне культурно-грандиозный проект, с каждым годом воплощающий в себе лучшие традиции досуга горожан. Репортаж Анжелы Кукоевой из Ночного национального музея. «Ночь музеев» – это волшебная ночь в году, когда музеи по ночам не спят, а принимают гостей. Эту международную акцию в нашей республике отмечают уже третий год подряд. «Ночь музеев» – единственное время в году, когда музеи открыты для посещения в вечернее и ночное время. По традиции, эта международная акция приурочена к Международному дню музеев. Национальный музей республики собрал в эту ночь сотни посетителей, в их числе и президент нашего государства Анатолий Бибилов. Звучит осетинская музыка в живом исполнении Золини Саппиевой. Гости с интересом рассматривают музейные экспонаты. Директор музея Мир Абзасев поздравил всех гостей с этим праздником, после чего слово было предоставлено президенту Анатолию Бибилову. Он высоко оценил работу сотрудников музея, отметив их колоссальный труд в размещении экспонатов, имеющих историческую ценность. Я всех вас поздравляю с вот этим праздником, уже для нас традиционным, ежегодным. И я думаю, что каждый раз мы находим что-то новое. И руководство музея из года в год нам предоставляют что-то новое в своих стенах. И в этом году тоже Миром Максимович и сотрудники музея, за что им огромное благодарность и низкий поклон, сегодня нас опять удивили таким отделом или павильоном, где они попытались нам показать всю красоту природы нашего края, нашей Родины, нашей Республики. Но все же посетители музея с нетерпением ожидали момента показа буси нежеланий Цикурай Фардек. Подарок музею доктора исторических наук Руслана Цааккятхе. О легендах и невероятных историях в округе Тайбусины рассказали деятели осетинской науки. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кандидат филологических наук, доцент кафедры эстинского языка Зарбек Джабев рассказал легенды об усине жиланий, знакомые ему еще со школьной поры. Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Комперед Не обошлось и на этот раз без традиционных трёх осетинских пирогов и чаши пива. Был произнесён тост на благо нашего государства. В ходе акции была организована традиционная дегустация осетинских национальных блюд. Эта ночь в музее принесла посетителям много радостных эмоций. Второй год прихожу сюда. В прошлом году, когда я здесь была, мне всё очень понравилось. Здесь просто потрясающая атмосфера и картины такие разнообразные. В прошлом году я как раз желание не загадала, а сегодня я пришла, чтобы загадать. В этом году, по-моему, даже присутствует больше людей. Всё-таки люди все хотят посещать культурные мероприятия. И это очень хорошо для нашей республики. Эмоции переполняют. Здорово, что проводят такие мероприятия. Лично я пришла, чтобы загадать желание. И мне подруги сказали, чтобы я за них тоже загадала желание. Атмосфера уютная, тёплая, дружеская. Очень много молодёжи, детей, и это здорово. Главной целью акции «Ночь в музее» является привлечение посетителей яркими, неординарными программами, посвящёнными культурному и историческому наследию Южной Осетии. В эту ночь музей открывает свои тайны для каждого посетителя. Анжела Кукоева, Азамат Кудзев, информационная программа «Неделя». Вы смотрели воскресную информационную программу «Неделя». Я желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»